Государственный флаг Российской Федерации и копию легендарного Знамени Победы. Знаменная группа проходит перед строем парадных расчетов, трибул с ветеранами и почетными гостями. Открывали парад офицеры 5-й отдельной гвардейской танковой бригады. Они вынесли на площадь Советов государственный флаг России и копию легендарного Знамени Победы. Вслед за командующим парадом первыми на площадь Совета вступает в звук барабанщиков 75-й бригады управления, которые барабанным боем задают пункт и ритм введения парадных расчетов. По традиции парад состоял из двух частей – прохождения 20 пеших парадных расчетов и 60 единиц боевой техники. Торжественным маршем прошли воины-связисты, военнослужащие, женщины, 11-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада, а также артиллеристы, ракетчики и представители войск воздушно-космических сил. Конечно, в этот праздник мы вспоминаем своих прадедов, своих отцов, своих родственников, которые воевали на фронтах, воевали на всех фронтах, также тружеников тыла, которые трудились, и так как победа ковалась еще и в тылу, это тоже был трудовой подвиг. В этом году к нам прибыла делегация из Монголии. В ее составе особенный гость – столетний ветеран битвы на Халхенголе Церенгин-Чемет-Церен. Она выразила желание посетить Бурятию, чтобы почтить память воинов-освободителей. Наша Бурятия внесла значимый вклад в Великую Победу. И на протяжении всей своей истории наши земляки проявляли и проявляют героизм важнейших исторических битв. Высших военных званий удостойны 58 героев Советского Союза и России, 12 полных гамалинов от Денослава. Сегодня их путь повторяет новое поколение защитников. Это символ мощи нашей страны – легендарный танк Т-34. Он возглавил колонну военной техники. Этот танк принимал участие в боевых действиях при освобождении Смоленска, Нинска и стран Европы. На его броне остались отметины попадания вражеских снарядов, как чрамы, напоминающие нам о той войне. После проехала «Катюша», сменила ее колонна бронетранспортеров. Те, кто пришел на площадь в этот день, смогли своими глазами увидеть новейший оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» и гаубицы «Д-30». Завершил парад победы военный оркестр. Ася Касьянова, Новости дня.